Можно, как сказать, ничего не делать. Можно просто в той ситуации, как есть, продолжать оставаться на своих местах, наращивать кредиторскую задолженность в тех или иных условиях. В больницах, вы знаете, это переходящая кредиторская задолженность, я с года в год за последние почти три года наблюдалась. Но от этого лучше не будет населения, у него от этого не изменится ничто. Мы будем доедать последний оплот здравоохранения наших, то, которое было создано в предыдущие годы. Мы так, я на своем месте говорю, так, по моему взгляду, делать нельзя. Найзадача соответствия административно-управленческого аппарата тем задачам, которые перед ним ставятся, и внизу текущего персонала. А вы же знаете, что лечит людей, именно лечит людей и оказывает помощь медицинскую. Это даже младший медицинский персонал, поднимаясь выше, медсестра, фельдшер, врач, а уж потом заведующие, конечно, в поликлинике. Потому что последний учитель, там главный врач своим аппаратом. Если главный врач может быть один на несколько учреждений, так как сейчас все компьютеризировано, вы знаете, на многом бухгалтерии упрощается, кадровые элементы упрощаются, управление, закупочные элементы упрощаются. Если у нас единый закупочный центр, вводятся ГОСТы, то можно за счет административно-управленческого аппарата направить эти деньги, не изъять их на экономию, как обычно представляют, а именно направить в этом же учреждении деньги на медсестер, врачей, которые непосредственно медикаменты оплачивают эти деньги. В некоторых наших предприятиях доля зарплаты на административно-управленческий аппарат достигает 35% от общей доли для врачей. Это нехорошая цифра. Я считаю, что 15% до 20% это оптимально, не больше. На примере Балашова, более подробно я остановлюсь. Смотрите, Балашове сейчас существует почти 4, даже 7 главных врачей в одном городе находятся. Мы создаем нормальный межрайонный центр. Это почти как дублирование областной больницы в том регионе. Это Балашовская районная больница, на ее базе прикрепляются все учреждения. Тем более они находятся в текстной взаимосвязи между собой. Это единый клинический городок с представлением медицинской помощи взрослому и детскому населению в круглосуточном режиме. То есть этот центр будет оказывать жителям Балашова. И мы прикрепляем, не изменяя, не уничтожая, не закрывая больницы, подчеркну для вас, в Атурках, районовке, Аркадаке, Самойловке, этот Балашов в единый управленческий потенциал. То есть что сейчас приходит? Если сейчас в Самойловке, например, с районной больницы, вот на следующий момент Балашовская районная больница и Самойловская районная больница, они по статусу являются одинаковыми учреждениями. Если кто-то из Самойловки поедет туда, он должен просить кого-то, чтобы его приняли, так как он другого района. Хотя по закону, конечно, вы сами знаете, по полюсе человек имеет право получить в любом месте, но это довольно проблематично, в экстренном режиме перекрепления, чтобы его приняли тогда. То есть сейчас Балашов берет на себя полную консультативную нагрузку по определенным патологиям, Романовки, Турки, Аркадаки, Самойловки. А второй этап мы делаем на нем, это создание единой скорой помощи для этих районов с единым управленческим потенциалом. Точно такой же межрайонный центр организован, как пример, да, будет на городе Энгельс, потому что на протяжении длительного времени, вот посмотрите на карту справа, да, вот видите, смешно даже было, вот это вот, это фактически клинический третий городок клинической больницы получился. Я когда там был, я вообще удивился, мы имеем такие ценные клинические городки вообще по области, но он был разделен. Два морга на одной территории, посмотрите, две охраны, да, две прачки работало. Одна больница 200 коек, другая, ну, 300 там коек, другая больница 400 коек, и каждый на себя стирал. Причем самое интересное, одна больница успела урвать пищеблок себе, а вторая покупала еду участников. Ну, просто разделили, заживо распилили и оставляли. Еще когда соединили, еще сопротивления были. Я говорю, вы мне назовите хоть один фактор, вот того, почему мы не должны вас соединить. Если у вас территория, это по кадастру была одна. Ну, вот это хороший межрайонный центр, это красная наша больница номер один, ее красная так называют в Энгельсе. Вот теперь посмотрите, что она на себя возьмет. Она на себя возьмет Ровное, Красный Кут и Степное. Это полный контроль. Это будет обязанность врачей, ну, функциональных единицах, узких специалистов посещать эти районы. Ну, как бы не хотели, как бы мы не говорили, сколько мы денег не давали, сколько мы домов не строили. Настоящий специалист узкопрофильный вряд ли поедет работать в Красный Кут и Степное в Ровное. Не потому, что он не любит эти места, он у Ровное вообще красивейшее село. Не село, а город даже. А потому, что нагрузки у него не будет там работы. Вот это вот такая вот изюминка наша очень интересная, которую я думаю, что... Кто-нибудь когда-нибудь вызывал скорую помощь в районе? Говорю, в Красном Текстильщике, в Увеке, кто был, или на пляж к себе там кто-нибудь отдыхал. Ну, вы просто еще, значит, не знаете. Кто-то на дачах жил. Если невозможно дождаться машины. Потому, что она идет обращение к зоне, например, если вы находитесь в Тотищево, в районе Тотищево, если в Красном Текстильщике, в Красном Текстильщике, теперь мы что делаем? Мы создаем единую диспетчерскую службу 03 на базе информационной системы. Что это такое? Все вызовы, вот внизу, видите, вот так вот приблизительно это будет выглядеть, комната, будут находиться диспетчера на базе нашей скорой помощи. Здание ремонта уже начинается, сейчас закупается оборудование, написаны уже программы полноценные. Все машины оборудованы спутниковой навигацией. И на большом экране каждого диспетчера мы будем видеть все машины скорой помощи, находящиеся в англомерации. Приказом они все будут подчинены единой диспетчерской службе по оперативному ее управлению. То есть не главному врачу, как сейчас, не скорой помощи подстанции, как сейчас, когда еду-не еду, у нас нет скорой, она уехала туда-то. А именно вот пример приведу, кто пользуется вызовом такси по телефону, например. Это та же самая система, только более сложная, когда ближайшая машина по вызову будет разворачиваться и направляться, независимо от деления района, независимо от функции на этот вызов по скорой помощи. Но только через диспетчерское право. Не ваше право, то есть это не то, что человек ее вызвал и побежал, а через диспетчер, потому что диспетчер будет определять профиль бригады, схему бригады и так далее. Дальше. Ну, это наше, как бы, тоже более определенное. Вся отличная служба располагается в центре города, очень длительное время приспособлена к помещениям, вот в том числе вот в этих особняках. Сейчас проводим все мероприятия, возможные и невозможные, для того, чтобы включить строительство фестезиатрического комплекса, я его так назову, клинического противотоколезного диспансера за городом, и туда перевести все службы фестезиатрические города Саратова, также присоединить, мы почему не присоединяем, можете задать вопрос, а почему маленькие не присоединяйте, и присоединить все службы нашей области непосредственно к этому клиническому центру. Вот наша, как бы, и боль, и то, что любите вы писать про роддома. Знаете это все, кто пишет. Вы посмотрите, 2015 год, количество родов. 27 948. 19. Ну, вот скажите, пожалуйста, на 10 тысяч родов стало меньше, то есть 35 процентов 40. Скажите, пожалуйста, нам здравоохранению оставить эти койки не трогать, пустыми, чтобы они стояли. Ну, это неправильно. Мы делаем все возможности, чтобы расширить площади для матерей, добавляем больше коек предродовых, которые необходимы для, как бы, проведения определенной патологии, потому что материнская детская смертность, мы должны с ней бороться, в том числе и этими методами. Но количество родов, как в России, так и в Саратовской области, это не то, что в Саратовской области это происходит, уменьшается. Перенаталья на работе сейчас работает под ковид, вы знаете, да, и на один год мы его резервируем как вспомогательный центр, мы не трогаем его ни в праву, ни в лево, ни отдаем ни под офис, ни под что, а держим его как ковид, резервный госпиталь. Это приказ Минздрава России. Мы не имеем права, нам что-то придется держать в любом случае. Потому что сейчас вторая волна, если мы будем так же бешено готовиться, как в этот раз, то, я думаю, у нас зарухание не оставится. Вместе с укреплением поликлиник, соответственно, что будем делать? Мы будем убирать ненужные мелкие звенья. Ну, как сказать, на маленьком оборудовании, например, на биохимическом анализаторе, там на 30 исследований, 40, они вот такие маленькие коробочки стоят, должен работать один человек. Он ровно сделает столько же, сколько точно такой же один человек на приборе, который делает тысячу исследований. Производитель, правильно, вот выберу слово, производительность труда резко падает в малых лабораториях. И вот смотрите, что оказывается. Вот сейчас мы имеем 19 лабораторий вот в этих поликлиниках. 19. А в 2021 году у вас останется 9 лабораторий всего. Но не лишая, сразу по числу, очень важно сказать, а вот если зайдет мне плохо, надо срочно сделать анализ. Скрининговых лабораторий в каждой поликлинике, они останутся. Выделяются только, уходят только крупные приборы, которые требуют в любом случае ожидания времени. Это биохимические анализаторы, это анализаторы крови, которые дают 26-28 параметров. Т-лимфоциты, Т-системы, которые никогда вы сразу не получите при скрининговом исследовании. Это когулометр. Ну, все, что требуется, вот то, что ИФА, методы ИФА, иммунферментного анализатора, это все, которые определяем, инсулин, это гормон, это три гормона. Мы создаем крупные лаборатории. Более того, деньги уже запущены на аукционную розыгрыш этих приборов, а они поступают. Мы сперва сделаем мощные лаборатории, а потом только будем уменьшать вот эти вторые сателлиты. То есть, чтобы не поломать ничего, чтобы ни один человек в нашей области не почувствовал, какого-то, как обычно бывает, что-то одно открывает, второе еще не успевает открыть, получается пауза, которая вызывает большее беспокойство. Ну, вот, то, что такие вот господины могут обратить, это интересная изюминка системы. Знаете, что 9-я больница открыла вот лечебницу, когда в свое время, но 9-я больница это профильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь по этому профилю. Но это несколько непрофильное революционное учреждение, как сказал губернатор, она должна работать на жителей, не только на жителей вот этой 9-й больницы, кто к ней принадлежит, а жителей всей области. Потому что к этому источнику, как говорится, святому сероводородному, мы все имеем на него полное право. И вы, и мы, и так далее. Самым правовым моментом оказывается, конечно, что в первую очередь, это наши ветераны, это наши, только не имеются, не члены правительства, а именно ветераны, именно жители пожилые. Президент же объявил, как мы должны достичь ему, с 78 лет к 30-му году, чтобы минимум продолжительность жизни была. Так вот, эта сероводородная вода, как бы не уникальна, она продолжает жизнь. В чем была неполноценность этого проекта, вот с этой водолечебницей? В ней нельзя лежать, в ней нельзя находиться более 2-3 часов. Людям нужно место. Как в Мацесте, тоже нельзя лежать, в самом санатории. Не санаторий, а в водяной лечебнице. Люди живут в гостиницах и переезжают туда. Так вот, сейчас идет строй, знаете, на Славиной роще, в коттедже, вот он слева нарисован. Видите, они даже похожи, как бы конструируют между собой, как будто одно целое, по дизайну и структуре. Будет открыто 24 места революционного лечения для жителей нашей области. И они смогут, пусть это революционный, это очень долгий такой процесс и интенсивный, непосредственно используются этот комплекс присоединения между собой, как единое целое. И самое главное для нас, мы можем, будем войти в систему соцстраха по получению путевок для наших жителей, именно для обличивания той или иной патологии, то есть привлечь дополнительное финансирование. Мы постарались вот в этом как бы буклете, он не является как бы приказной карты действия, но это основные направления, которые, на наш взгляд, являются острыми, которые мы должны как бы постараться оптимизировать. Не было обсуждений еще коллегиарных, вы первые, кому это мы говорим, потом мы это выставим и в общественную палату, и в совет общественный пойдет это обсуждение, предложение, мы готовы их выслушать, любые доводы отрицательные готовы выслушать, принять их.